Продолжение следует... 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 Я совершенно недоволен тем, что исследования если у вас какой-то там доктора Екатерина Цукерман не помню только после моих нескольких писем немецкой чрезвычай братья они поставили свой проект в комментарии я была удивлена очень давно, когда я впервые обнаружил Андреасов Зумер на Академии ДОТ и ЕДУ то, что присутствуют все комментарии изданного текста Фридриха Мишек кроме Заратостера и Воли Кластья Да, я хотел бы пробежаться и надеюсь звук не будет пропадать блин я хотел пробежаться по воле Кластья потому что на мой взгляд Элизабет она ругалась только как бы своими нижнейшими чувствами к своему брату и она я как бы предполагаю даже как бы не вымарала как бы большую часть тех писем которые были испорчены как бы якобы Элизабет но почему я как бы уверен и Элизабет потому что как бы сама редактура и компоновка воли Кластья 1906 года издания она полностью проходила под так скажем внимательным таким наблюдением и с завозливым направлением как бы Элизабет которая совершенно была не философиней но хорошо как бы знала своего брата знала как бы сеял как бы теневые мысли и все такое прочее но суть в том что маэстр Петри или Петер Гаст он был ближайшим другом Фридриха Митша и с его подачей данному тексту воли Кластья можно полностью доверять и воли Кластья вот в том виде как она была скомпонована и издана под редактурой Элизабета и Петра Гаста это как я считаю все заслуживает доверия и внимательность изучения так же как бы и должно быть на мой взгляд включено в проект Митши Комментарь да потом я так же считаю что воля Кластья совершенно не как бы так скажем не является так скажем подготовкой почвы к приходу фашизма и нацизма в Европе блин то что Элизабет тоже как бы здесь совершенно как бы невиновна ну и на самом деле самого так скажем на мой как бы такой вот филологический и литературный взгляд то что как бы как бы какую-то такую фашистскую или нацистскую интерпретацию самого подрехниться можно было бы можно было бы составить исходя как бы из его так скажем рождение трагедии или дегибюр трагедии аус драгаст дэсмюзык вот так вот думаю и плюс я как бы совершенно как бы искренне считаю ну вот опять же как тоже как синистские и мой духовный наставник нацист я считаю как филолог и литератор то что как бы так такого-то классический европейский нацизм можно как бы сочнить исходя как бы из любой индоевропейской мифологии либо же исходя из любой индоевропейской так скажем сказки или цикла сак так скажем то бишь грубо говоря как бы из такого вот увесистого томиков тысячу страниц сказок братьев Крым а в целом тоже можно было бы сочинить так скажем можно было бы сочинить такой вот классический европейский нацизм да вот так вот да так что вы мне а да все в том что как бы интерпретация главного философского труда Фридриха Митч так говорится Ратустера как бы Андреасу Урзомером была добавлена только где-то где-то не знаю год или два назад и то что я как бы жуткое количество как бы раз обращался то же сделал замечание что как бы проект Митч Комментар как бы хорош но почему как бы отсутствует как бы здесь и так вот Ратустера и как бы вот так скажем в урековости но при этом я не знаю вот как бы интуитивно предполагаю что не знаю мне было бы интересно заглянуть как бы ну как бы в тексты которые комментируют в сайт в свою очередь тексты Фридриха Митч но я интуитивно предполагаю что они мне будут они мне совершенно не понравятся и там не будет ничего интересного и в особенности делать как какую-то такую вот скромную книжицу 300-400 страниц ну которая там была сделана доктором Катериной это какой-то там от Суперман не помню это это поэтический текст толковать очень сложно на самом деле и здесь я думаю приходит только на помощь даже не философская классическая германевтика а библейская библейская экзегетика и так скажем аллегорическое и символическое толкование вот кого-то такого вот священного текста которым для нас является также помимо Ветхого и Нового Завета также и Пятый Иван Илья Фредихонич так говорят за родную страну вот так вот перехожу туда ой да немножко чайкубный сейчас для моих зрителей просто торчу я наверное буду еще очень долго торчать может быть до декабря блин здесь в прекраснейшей клинике Алексея в Гринал блин а вот охренел чайка вместо и сколька блин да блин и суть в чем что мне не нравится то что как бы как бы было множество прочитываний каждого текста Фредриха Ильича но таким вот узкоспециализированным специалистом я считаю что здесь как бы должно как бы каждый текст читаться во-первых так скажем каким-то вот осмежным осмежником или специалистом который как бы находится на таком вот перекрестии или перекрестии или как называется блин вот такого вот ведьмин такой крест блин ну и судьбин то бишь каждый текст должен считаться смежником который является таким вот более специалистом и суть в том что здесь как бы все круто как раз в первую очередь надо интерпретировать Заратустеру но да и при этом здесь я считаю что первый уровень Заратустера это он заключается как раз в том чтобы было так скажем так классическая мифологическая интерпретация вот священного текста Филинхмитша его пушистящего Заратустера парийского даже так скажем уже Сори здесь я как немножко сдохнулся потому что как обычно не выспался блин вчера после ванны вроде бы блин это точно да ну да ну как бы вот так вот я не знаю на мой взгляд я конечно не знаю ознакомлюсь но мне хочется получить как бы полный комплект проект книг комплект нищий комментарий так 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 скажем совершенно даром и бесплатно для своего ознакомления ну и библиотеку но я просто сейчас зверски ограничен финансах у меня как бы масса других как бы необходимых иных трат на данный момент да блин да ну так брубинда гитлера мировая ротшильдса инженера как то брокенгеллс две девицы на мили блин да в данный момент блин да 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 не знаю на самом деле я как бы так вот теоретически еще раз повторюсь и интуитивно предполагаю что ну нищий комментарий был совершенно как бы таким вот пустым научным так скажем не то чтобы с холостическим но именно такой вот обычный и классический научный проект так называемый сократовской Европы то бишь именно так скажем сократовской науки и якобы там ожидаю в текстах нищих комментариев массу так скажем всяких потусторонних мыслей потусторонних идей Платона там всякое такое блин да да ну это то что я как бы предполагаю да на самом деле да еще раз повторюсь потому что как бы первый уровень интерпретации как бы в людях меньше есть это мифологическая интерпретация вторая это так скажем классическая библейская экзегетика и аллегорическая символическая интерпретация и третий уровень это классическая философская германетика вот как бы да ну я здесь за флицией тоже соглашусь что для вскрытия смыслов еще здесь не помогает ни Шлеймахер не Мартин Хайдегер который подробно изучал подробно изучал также и Ханса Гадемера он тоже нифига ничего не помогает здесь только помогает так скажем некоторый четвертый уровень некоторая специфическая нишанская германетика как бы да именно те советы которые дал нам сам флицией как понимать его и как понимать его все иные тексты плюс к этому плюс к этому так что я хотел больше добавить да и плюс здесь как бы я не знаю как это сказать то что у флицией есть ее текст как бы образ так скажем некоторых так скажем красных нитей в его заберемте которые он изобразил как переплетающиеся лианы лианы джунгли и данные нити нужно как бы как бы проследить из как бы из его текстов как бы но это уже как бы на усмотрение так скажем вот специалист мишанца который способен как бы интерпретировать каких мишан на всех четырех уровнях как бы и опираясь сначала на собственную интерпретацию саратустры а потом уже как бы связываться переплетением лиан как бы все остальные и другие тексты как бы так вот да так 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 на этом я думаю как бы закончу свой пись да ну все затем заканчиваю свой пись ну все чуть чуть чуся так 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 Продолжение следует...